Вот зачем такая БМВ в федеральной налоговой службе? А и мэры у нас на скромненьких генезисах. А ебал, рамки не хочешь? А ты не сможешь. Разобьешь, понял? Кому-нибудь, кроме меня? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соцсетях. Так, идем на рейд, театральная, центр. Пока ничего не произошло, но я не знаю, что будет через час, через два. Обычно чем-то беленьким закрывают, здесь черный. Черные джипы подряд стоят. Спасибо. Здравствуйте, вас заждались. Ну, вы на полосе движения стоите, вас заждались. Проезжайте вперед. Три. Две. Одну. Мне вообще не в лом с ним прогуляться, абсолютно, абсолютно не в лом. Ну, скорее всего, уехал. Идем дальше. Там еще вон дружище стоит с мигалками, прям. Вон автобусы едут, люди едут. Да, вообще плевать. Мне главное, чтобы он машину убрал. Все. Тот тоже убирает. В общем, 4 минуты понадобилось стоп-хаму, чтобы убрать одну, две, три, четыре, пять, шесть, семь автомобилей. Вот остановился Maybach, он сейчас тоже отъедет. Все. Минус 8 автомобилей за несколько минут. И шанс, что кто-то встанет здесь очень маленький, потому что, когда никто не стоит, никто не хочет становиться первым. Вот. Научим людей нажимать педаль газа. А это что? Здрасте. Да, уезжайте. А это не ваш? Нет, не ваш. Значит, мой. Я ничего не буду говорить. Вы должны сами понять, почему мы подошли. А на выезде у нас можно стоять? Можно стоять. Кто вам это сказал? Ну, откройте правила, допустим, вот здесь это жизнь не хочет. 12.19, Кула-Прев, откройте и изучите. Откройте. А он сейчас уедет. Конечно, уедет. Куда он денется? Да он уезжает уже, он уезжает, уезжает. Я это уезжает. Странно, что водитель не крикнул мне из машины, иди работать. Очень странно. Аймэры у нас на скромненький Генезис. Аймэры у нас на скромненький Генезис. Отлично. Контакт есть. Надеюсь, ему хватит ума не просто проехать вперед, а уехать. Аймэры у нас на скромненький Генезис. Вперед, уезжайте, уезжайте. Уезжай, уезжай. Это полоса движения, уезжай. А почему сразу нельзя? Обязательно должен наклейку кто-то наклеить. Машины, может быть, у них комфортные и быстрые, но доходят очень долго до них. 20 секунд даю, клею стикер. 20 секунд. И только потому, что я добрый. Время пошло. А ебало, раппи не хочешь? А ты не сможешь. Ты... Разобьешь, понял? Кому-нибудь, кроме меня. Ты сам животный. Ты уверен, что я животный, а ты? А почему ты не такой борзый, когда я здесь? Подойди ближе, подойди. Лицо его сними. Что ты мне обещал сделать? Ты в следующий раз, вонючка, фрюкнуть не забудь, понял? Фрюкнуть не забудь в следующий раз. Фрюкнуть не забудь в следующий раз. А этот, отлично. Пойдем, день закончим. А ты что такой? Я за базаром свыставил. А когда я подошел, ты язык проглотил. Ты что-то еще не можешь так разговаривать, понятно? Уйдите, все, уйдите, все. Если вы выберете камеру, уйдите. И снимайте еще. Егор, что? Улажка есть? Да, давайте до дома. Смерка. Нет, смерка. Балтия. Таище. Вызывай, вызывай, я здесь. Так, время 16.43. Машин уйма до конца. Давайте посмотрим. Часов 43 минуты. Отлично. Так, пошел дальше. Давай я, ты иди дальше. Один с наклейкой, останьтесь просто. А, умный. Ну, кто проходит, проходите вот так. На рекорд идем. Вы чего-то ждете? Чего? Газуйте быстрее, выезжайте. Это полоса движения здесь, нельзя стоять. Вы и ваш товарищ. Что просите? Знакомого нет, а я только давай, да. Какая разница, знакомый или нет, вы нарушаете ПДД. Вы не должны здесь стоять. Можно сказать, не газуй, а друг. Не-не-не, газуйте, именно газуйте, вы стоите уже 2 минуты. Газуйте, вы не газуя. Нет, газуя. Человек, который пренебрегает обществом, к нему уважительного отношения не должно быть в априори. Если он остановится, клей ему сразу. На одну секунду встанет, сразу клей. Вам? А вам? Да даже если придет, вам какая вообще разница? Ё-моё, такая тачка, вы о чем? Вам может в денег по 40 приходить, вы даже не заметите. А, сюда? Да, давайте. Отлично. Отлично, этот паркуется. А, это что за BMW странно стоит? А, ну, лепите стикер. Стикер, какая разница, он же знал, что его машина выпирает. Так, все уехали. Вот зачем такая BMW в Федеральной налоговой службе? Объясните мне, чтобы что? Знаешь, как эту машину можно назвать для сотрудников Федеральной налоговой службы? Кэшбэк. Это кэшбэк. Работайте в налоговой службе, и у вас будут вот такие кэшбэки. Ты ее пригладил плохо, кстати. Ты ее плохо пригладил по внешнему кругу. Да потому что ты кривой. Так, все, мы идем дальше. Ни одной машины. И здесь ни одной машины. Так, у нас на все про все со всеми разговорами ушло. И ни одной машины, и все спокойно едут, если бы не было этой BMW. Вообще было бы прекрасно. 3 минуты 30 секунд, и мы разогнали весь ряд. Машины с 2 потока, и они хорошо едут. А так можно было? Дикость какая-то. Слышь, в один бы они посъехали. А если бы автобус вот здесь отъехал, встал, и коллапс не начался? Прикинь? Да-да, мы за вами. Очень тихо. Займите парковочное место, пожалуйста. А вы не можете вот сюда вот встать? Нет, не болит. Ну, туда подальше. А это инвалид, который припарковался вторым рядом за парковкой для инвалидов. У нас вторым рядом запрещено парковаться. Сейчас уйдет, я знаю. Сейчас понятие растяжимое. Что вас заставило здесь встать? Должность водителя вам это позволяет? Как только он припаркуется, клейте ему. На будущее уроком будет. Какие? Они даже покурить при свободных местах останавливаются на полосе движения. При свободных местах. Внешний круг хорошо проходи. Чтобы я тобой гордился. Вот. Хорошо. Молодец. Идем дальше. А дальше все уехали. Про того мужчину, когда он хотел уже меня толкнуть, я просто толкнул его в ответ. Я это сделал не с особого зла. Дело в том, что этот персонаж мне уже встречался. И он делал всегда так. Когда подходишь, он да-да-да-да-да-да, потом вынуждает ждать, ждать. Люди сзади него стоят, стоят. А потом в последний момент он что-нибудь орёт матом и уезжает. Он уже был, этот персонаж. Вам, наверное, показалось, что я его преднамеренно очень сильно толкнул. Но дело в том, что последний раз, наверное, он занимался борьбой или чем-то таким, когда у бабушек в магазине вырывал последнюю ватрушку по скидке, потому что я не толкнул его сильно. Это инерция, просто моя масса больше. Он попытался меня толкнуть и отлетел. Вместо того, чтобы устоять на ногах, он повалился кубарем. Но он ни головой не ударился, ничем не ударился. Я потом, когда мы сделали круг, вернулся, его уже не было. Хоть он и заявил, что вызовет наряд. Помните, что сказал Моторадзе Зидану? Ну, практически то же самое, только про мать. Ну, я думаю, что это было, ну, не нужно. Просто не нужно. И всё. А стикер он получил за то, что я тебе по лицу дам или что-то. Он сначала вальяжно стоял, а потом мы же не один раз с ним сталкивались. И каждый раз мы ему называем ПДД. Пункт правил, мораль, совесть, что вы мешаете людям. Тут затор. Это не вызымело эффекта. А вот, когда он сказал, ты только на камеру можешь, я ребятам сказал всем отойти и вырубить камеры. А знаешь, что он сказал? Зачем ты это сделал? Уже без матов, спокойно, глядя в глаза, кротко так. Ну, всегда бывает так. Зачем вы доводите до состояния, когда вы сами себя унижаете? Мы этого не делаем. Это делаете вы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соцсетях.